Здравствуйте, глубоко уважаемые садоводы! Сегодня на связи с вами Латинкова Галина, продолжатель дела Юрия Алексеевича. Хотим рассказать и поделиться с вами своим опытом укоренения шелковицы, любой шелковицы. Но на сегодняшний день мы укореняем шелковицу железа. Мы немножечко поторопились и подумали, что необходимо поделиться, наверное, с вами своим опытом. Мы разрезали, большие были у нас черенки. Мы их разрезали вот таким образом, оставляя два междоузлия. Вот оставляя верхний листочек, снимая, обрезая нижний междоузлия. А нижний побег вот таким образом наискосок для укоренения мы подрезаем. И так мы разрезали весь черенок. Наверху опять мы срезаем прямо над верхним листочком. Верхний листочек оставляем для укоренения. Без него укоренение не произойдет. Фотосинтеза не будет и корневой системы не образуется. Оставляем второе междоузлия, срезая второй листочек. И опять наискосочек мы срезаем для образования корня. Материал приготовили, напустили его в чистую воду. Этот материал очень нежный, хранить его долго. В воде нельзя, потому что он вымокнет. Поэтому все надо делать очень быстро. Берем, накладываем в более сухое ядро заготовленный материал. Открываем новый пакет корневина. Обрезаем порошочек вот такой. И идем на грядку. Лучше выбрать какое-то притененное место, где меньше солнечной активности. Вот здесь у нас получается запад. Здесь северная сторона, прикрыта забором. То есть где-то половина дня будет здесь тень. Для укоренения необходимо именно такое полупритененное место. Плашторезом сделали. Если у вас лихая земля, взяли пластеры и провели рядки. Вот сейчас мы это сделали. Вот этим образом проводим ровненький рядочек. Оставляя ширину между рядами, чтобы лист был свободен от каждого листочка отдельно. Вот и сейчас будем каждый корешочек втыкать. Для удобства можно сесть на стульчик. Я беру корешочек, обмакиваю в этот порошочек корневина. Вот таким образом. И втыкаю его в землю. Вот таким образом. Листочек у нас открытый. Берем второй побег. И таким же образом, подальше, не соприкасаясь с другим листочком, мы укореняем следующий. И вот таким образом мы делаем целые рядочки для укоренения. Верховой побег тоже можно оставлять. Он, кстати, очень хорошо укореняется. Таким же образом укореняются жимолости, укореняются виноград, даже афлатуния, ижевика. Многие вот эти... А, черная смородина, красная смородина. Все кустарниковые культуры. Вот сейчас я вам еще покажу. Таким вот образом делаем. Листочек поставляю. Все. Мы на этом остановимся. Значит, время укоренения, когда вы собрали урожай жимолости, побеги уже готовы именно к укоренению. Можно нарезать любые культуры, любые кустарники. Дальше. Я не буду вам здесь в процессе показывать, как бы. Мы вот заготовили. Смысл такой. Нам необходимо, чтобы этот листочек был всегда влажным. То есть, какими-то промежутками времени. Это надо найти время, чтобы находиться в саду. И периодически хорошим опрыскивателем. Опрыскивать листочки. То есть, чтобы они у нас не высохли. Это самое главное для появления корешочков. Этот процесс необходимо делать несколько раз в день. В течение 10 дней. Это минимальный срок для укоренения. Потом вы сами увидите, что начнет открываться почечка из междоузли. И пойдет новый побег расти. Тогда понятно, что больше опрыскивать необходимости нет. И можно будет уже потихонечку снимать укрывной материал. Дальше берем наши листочки. Берем на кровоем остеял. Стоимость есть под рукой. Но мы обычно покупаем номер 60. Он более толстый, более долгожительный. Не очень нравится. И вот таким образом набрасываем. Делаем такую вот кипячку. Создавая влажность в микроклимах. И закрывая солнышко. Вот таким образом. Прижать можете чем угодно. Никого кипячек. Никого там какие-то деревянные. Побеги. Не побеги, а досочки если есть. Вот. И это все закрываете. Но при необходимости сразу опрыскивание открываете. И тоже самое проводите эту же операцию опрыскивания. Вот так вот опрыслили все. Со всех сторон где у вас предоступность была. И опять перекрываете. Вот таким образом на протяжении 10 дней. Может быть даже двух недель. Эти листочки должны укорениться. Успехов вам. Хорошего дня. Солнышко побольше. И веселого, хорошего настроения. И веры в то, что у вас все получится. Всего доброго. Большим уважением вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok